Девушки отдыхают 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 непосредственное участие в этом всем экшене ну и конечно замечательная игра на самом деле очень интересная ситуация насколько я понимаю либо авангар либо nip являются претендентами на выход мы пока наблюдаем проход на б весьма неплохой вроде бы до контакта но внезапно проблемы возникли и 13 секунд времени а бомба не стоит и вы еще в меньшинстве находились какое-то время а бомба ставится сразу под игроков дефенса прикрыть удастся или нет одного прикрыли но второго перекрыли и на инициативу пытается успеть додавить от него просто морозится хорошо делает здесь вега для своей команды это будет один-один браво в п смогли доморозится до нужного времени так вот гарантирует себе выход vitality north australis и по определенным причинам бог его пойми каким на хэлтв на самом деле есть пост потом попытаемся разобраться я просто мельком глянул и честно говоря мое понимание инглишами не позволило настолько хорошо углубиться в этот вопрос но суть в том что на и пи авангар пока еще не прошли на финал хотя претендует оба коллектива а вот и звук подъехал замечательно спасибо большое но и соответственно единственное что может помочь авангар в этой ситуации это первое место так что если вы верьте казахов хотите за них немного потопить пока мы смотрим что у фнасик проблемы на самом деле не свойственные большинстве своем для атаки по дебюту потому что ходит под б наверное но это по большей степени скорее шутки чем факт просто вы видели все прекрасно с чего начиналась карта вертига на прост сцене и что ходили только по да и в принципе за так убрали много раунд так вот авангар если вы хотите не знаю потопить за ребят поддержать их им это конечно будет очень необходимо ибо для них единственный вариант пройти финал насколько я понимаю это выиграть целиком эту квалификацию я сейчас попытаюсь параллельно открыть перри просмотреть глазами что имелось ввиду на хелтв потому что там так все хитро заумно написано возможно мудрецы из чата инфу какую-нибудь подзакинут ну и там будет уже видно миху неплохо расправляется против твиста и бролана перекрестный огонь вместе с тиммейтом там его и папа доспела в паре со снаксом реально трудностей никаких пока что вы по не возникает ну и редкий случай скажу я вам прям аусайдер за диффенс да еще и давит атаку ну приятно созерцать такое хотя также обращу ваше внимание на то что фнатик ни разу не вышли под апоэнд поскольку мы за ними смотрим были попытки подступа какие-то небольшие коварные разыгровки но по факту мы видим что пока что прогулки под бенни к чему хорошему не приводит ладно я пытаюсь параллельно вникнуть историю еще у нас немного душно почему-то в студии но я уже включил кондер поэтому сафари отменяется пока что ну и фнатики разменявшись один-в-один неужели наконец-то вспомнили под какой плент любит ходить все и вся на вертига давно пора пошла раскидочка похоже что сильно медленно здесь шведы не собираются броун цуарский хэдшот на самом деле хотя это и не спасает его от гранаты но фраг был очень важный непредсказуемая достаточно позиция была занята мистером веги хотя это все еще не спасает вот видите по большей степени команды пытаются подобрать ключ к обороне а плента какой-то другой кроме как отпускать и делать ретейк мясо на мясо под большое количество смоков но пока это не сулит хэппи-энда здесь для virtus pro есть серьезные потери снахс возможно попытаются срезать ставящего ему не позволит сделать то момент постановки бомбы а вот после как раз получается один на один ситуация околисиус против твиста не самый плотный стрелок остался в вп весьма плотный ухнатик но посмотрим как оно будет на самом деле а тут еще и вп кстати что может позволить внезапно как-то разыграть этот раунд на самом деле стандартное решение принял колисиус и твист такое ощущение что до конца к этому готов не был хороший раунд один на один не так давно только колисиус начал наигрывать себе положительную стату в virtus pro была такая информация ну и вы видите что раунд один на один по крайней мере он выиграть в состоянии подмечу еще то что virtus pro пикнули карт вертига за свою и соответственно именно ее мы смотрим первой ага вертига кстати нет на втором стриме там трейн странно мне по крайней мере показал что он там должна была быть возможно инфу потом подкорректировали ладно ссори за дезинформацию так вот в п вертига натик инферно и мираж 3 решающая может будет а может и нет глядя на коэффициенты вообще не должно было ее быть но глядя на то как в п забирают себе преимущество на карте в каждом раунде начинаешь вообще много во что верить много во что интересное значит идет уже контроль и желтый ну пойдет дальше нарвется конечно брована он не замечает это было весьма грубая ошибка с его стороны а брон потерял всем хп рили как-то получилось команда в п сказала я устал и прыгнула на ручки команде фнатик просила отнести но похоже не в ту сторону фнатик понесли virtus pro в сторону счета 42 если быть точным очень очень странный момент получился в первую очередь меня немного шокировала ладно мог быть не готов знач с авиком у нас к такой позиции да дрампой хотя опять же занимают достаточно часто игроки атаки из моих наблюдений но второй игрок выходящий подразмен но со вторым наверное как-то должно было быть тяжелее брону но мы видели позиция хороша хороша реализация все отлично по итогу 42 ну бодренько начали и потеряли пока что вот только один раунд на своей глупости в первую очередь на своем недочете каком-то определенном и наверное паниковать за мишу пока что рановато есть смысл переживать за команду фнатик если она только так способна забирать раунды но возможно не только так и мы это совсем скоро увидим я подозреваю на самом деле что вертига не очень импонирует команде фнатик это не стопроцентный довод это не является каким-то строгим аргументом просто сегодня я наткнулся на то что в твиттере где стопил чтобы кэш вернули но там вроде как появился на фото уже до конца его доработал создатели карты и поэтому видимо он лишь воспомин говорит вот так давайте вернем обратно все нормально поиграли уже хватит нас вертига но на самом деле если карту подшлифуют поэтому что это будет очень даже хороший момент покажет вертига конечно это спорная достаточно карта и далеко не всем нравится ее играть смотреть даже но короче сделайте нормальный аплант сделайте больше пользу какого-то мидла более играбельным его из шахты лифтов можно сделать что-то наподобие дробки в коблстоуне вот знаете что-нибудь эдакая хотя она и сейчас чем-то походит но более играбельным эти позиции нужно сделать коэффициент нашего партнера джбет на победителя первой карты 1 57 на фнатик 2 30 на virtus pro в лайве на первую карту в которой ну vp поначалу выглядели неплохо но вот уже начинают отдавать раунды и проблемы могут все-таки возникнуть а вот такое вот решение на юспах кримс его уже увидел прекрасно понимаю что будут пытаться загонять массово выход из бплента от защиты контур инициатива и попытка сделать хоть что-то полезное но здесь шквальная приемка со всех сторон на колесе в этом упоре могут не допроверить но небольшие потери минус два игрока могут взять еще третьего если exist нарвется значит кстати интересно только что вроде как топово уходил по лестнице потом спрыгнул возможно делся что вы не слышали на твис на морозе ему до лампочки где находится оппонентом просто с глаком пришел на перевес и нормально раунд зарешал 4 4 временная ничья и вот это уже больше начинает походить на карт вертига которую мы все с вами знаем диффенс без китов ого четыре смака есть хотя бы хотя вот такие раунды немного напрягают когда играются защиты сейчас если честно тяжеловато я не так много видел удачных разыгровок в диффенсе с малым вэлю на руках с закупом неполным потому что ну нарываются на потребности ретейка и тогда уж делать ничего не могут тогда уж сразу можно думать о сейве и больше вариантов никаких не остается особенно если идут по да просто . мясная и и без огромного количества смоков обратите кстати внимание на то что virtus pro не тратит ни единого дыма неспроста потому что иначе выбить оппонента мне удастся как я по крайней мере себе это пока что вижу опять же не про игрок и и мой опыт на вертига наверняка намного меньше чем у этих команд уже сейчас наиграны на праках и так далее крим что-то в соло воина решил поиграть немного ну а здесь будет спокойно ставится бомба второй молотов веги не сможет попрепятствовать постановке позиции в пойнте даже глубокие занимаются брованом например тем же экзист который с дефолта никуда не уходил и несмотря на положение 4 в 5 я все еще давал бы предпочтение на команде фнатик если не было каких-то внезапных переворотов там могут джейми например пострелить веги вот то что веги не справился с прованом и только сейчас его забрал это серьезная проблема но похоже что ее удастся наверстать дым на бомбу вот теперь твист готов к этому запрыгиванию слышать что там бомба дефается и убивается тот кто это делает ну и один в два соответственно миху пытается просто через дым его не видит есть все это время как это происходит твист ого мог напроситься на серьезные неприятности по итогу потерял vp в качестве наказания такого небольшого для себя редкий случай когда вот можно сказать вот тут виста авик на правую руку очевидно потому что будь у него на левую он бы сразу заметил а был бы как кто боже всегда в таком случае есть люди которые назовут миллион игроков действительно они так делают но я забыл снова каждого из них которые меняют на свече руку рабочую все было бы хорошо по моим этим занималась когда-то не уверен ладно не так это интересно намного интереснее дигла есть новая инициатива от virtus pro понимают как им выигрывать такие тяжелые раунды за счет как раз контра агрессивных мер каких-то определенных в этот раз аркада мидуа которая принесла свои плоды опс у нас вылетел один игрок но один из умерших уже игроков что чуть-чуть получше веги не допроверили грубый косяк но раунд он не закончен раунд не закончен бомба еще не ставилась даже вист уже троих нашинковал крым зайдут нашивать и это произойдет ну и висту нужен есть теперь только это может спасти живи вернулся так что пауза судя по всему продолжительной не будет один на один твист против миху бомба кстати говоря обратите внимание швед не забрал но он неприлично близко подобрался уже к поляку кто кого заметит раньше кто кого заметит раньше миху был первым и с первой же пули уже убил твиста не позволил случиться этому эйсу пятерочки на фрагах за раунд не будет будет только лишь пятерочка команды виртуз про да и не только у них ну что весьма нестандартный старт карты вертига у нас с вами мы увидели уже два отыгранных форс бая и выигранных командой в п вот это действительно интересно потому что это практически половина раундов да и вспомните граунды которые выигрывали в п помимо можно со всей смелостью сказать что если бы раундов на пистолетах не было которые выигрывали virtus pro счет был бы намного хуже и не на два раунда далеко возможно там вообще зеро было бы ибо контроль экономики перехват каких-то ключевых волевых моментов все это мы наблюдали в виртуз про касту с пистолетами на руках сначи хорош пропик в этот раз намного осторожнее кстати говоря действовал сначи я думаю все обратили внимание менее агрессивная игра с его стороны принесла плоды но теперь твист похоже решил пвп немного поиграть ну это гранату отходит миху прострелил кримза вот дела где это кстати произошло скажите мне по секрету под б снова судя по всему просто прострелили у меня сразу с рампой ассоциация по логичным причинам но похоже что кримс опять в соляного под б развлекался наверное заметил колесиус он теперь уже по полету гранат конечно же сориентировался на примерную позицию и это на самом деле проблема для фнатик которые нужно как-то исправлять вроде бы только находится один фраг от капитана фнатик внезапно находится и размен сначи немного отпугивают ого не второй раз так делать не стоило сначи причем еще выкупают прекрасно о том что его будет пытаться вычислять там мавик ну красиво пока действует вп вы знаете пока что их вертига выглядит очень неплохо за оборону а когда ты видишь у команды неплохой диффенс ты такой оу а что же будет за атаку в таком случае ну узнаем через несколько раундов буквально поэтому мы на самом деле близки к этому ну ну и экономически у команды фнатик вот вам и первая официальная вертига от шведов которая пока ну честно говоря не слишком сильно радует только выбежать установку бомбы то есть видно что у шведов есть идеи они ни капли не уникальные на самом деле и не являются каким-то чисто шведским патентом но вот раунды так готовились там по раскидкам это было видно по таймингам на котором действует в конце концов натик но пока это абсолютно не работает пока это несет в себе много проблем по-моему и вот где-то отсутствие отшлифованности карты вертига на официалках наверное и подставляет так сильно фнатик ВП в свою очередь вертига уже четыре раза успели сыграть и только один из них выиграть что достаточно интересненько выиграли они его команды френч фрокс шестнадцать четырнадцать поражение от ноу ченс поражение от нордвинд поражение от авангар на самом деле все три команды весьма грозные я вам так скажу в рамках вертига тоже авангар не всегда конечно доигрывает эту карту но ребята скажем активно на ней работают и это видно да и сами они это говорили так что это не секрет очередные потери в этот раз уже кримс погибает первым серьезные трудности на самом деле возникают вот так вот по всем фронтам ну я наконец-то на самом деле вижу в меру агрессивный диффенс на вертига то чего мне не хватало в этой жизни очень-очень сильно смотрите второй сладкий под эту позицию только третий наверное сможет что-то сделать это бролан но там он уже вышел на таком тайминге чтоб авику было не деться никуда но самое интересное мне кажется вот действительно в дефензии аппуэнта это игра мистера сначи его череда позиций которые не являются супер закрытыми но он несется с вами голову не несется в основном мы видели иногда команды которые пытаются отыгрывать через пики рампов полноценные выходы на контроль за внимание цемента даже с а в п здесь немного другой стиль игры но пока он результативен то что можно сказать просто черт возьми фнатип выиграли пистолетку и это абсолютно не аргумент оказался тем интереснее будет этот матч честно говоря это только разуме восемь секунд времени нужно срочно играть на постановку бомбы даже не будет пытаться это делать делать это не в дефолте его просто прострели там не дав поставить плент да и прикрывающего его броуна тоже очень легко угомонили восемь пять и половина за командой Virtus.pro вот это серьезные закаленные в бою поляки которые готовы действительно ломать кабины приятно но вот вы выходите в более новом лайнапе очередном освеженном для Virtus.pro это стандартная история уже последние годы год полтора наверное и вы это делаете параллельно тому как появляется новая карта в соревновательном мапуле вы просто выходите с ней с чистого листа вам не нужно наверстать упущенное на предыдущих картах ну нужно но вы можете еще сделать ставку вот так вот просто на карту которую все начинают сначала готовить и вы в равных позициях внезапно оказываетесь с любым коллективом который стоит с вами в одном ряду на скилловом уровне я сейчас не говорю про тактику про взаимодействие даже не говорю именно про чистый хедзап сферический вакуум и перестрелки 1 на 1 на честных условиях так сказать ну здесь все понятно здесь как бы выход на девятый снакс просто затопил уже со своего юспа и нашел тот самый фраг 17 на 9 идет сначи 11 на 9 идет мифу 14 на 8 идет у нас снакс собственно говоря ну и с другой стороны в плюс тд вышли только браун и квист ну как бы здесь все логично что у сначи больше всех фрагов это снайпер стоящий по да и по да ходят регулярно шведы ну пытаются по крайней мере ходить и нарываются неприятности определенные снакс здесь еще и второй авик решают брать не всегда популярное решение пока из увиденного мною ну надежда выйти на 9-6 наверное все таки еще есть это то что крайне позарез необходимо просто я честно говоря не понимаю как без этого будут дальше жить фнатик но с выходом снова не со стыковки бомба бомба просто валяется посмотрите фнатик играет вот если я говорил вначале что есть идея но окей они один раз показали дефолтную раскидку я не помню честно говоря выиграли тот раунд шведы или нет из головы ускользнуло но сейчас это вот то что я видел от многих команд не самых лучших в плане игры на вертига типа юнайтед чисто холд под всей картой попытка найти какого-то фрага на неосторожность диффенса ну благо для фнатик это более-менее сработало на 3 в 3 по крайней мере эту ситуацию их вывело колисиус ну вот здесь достаточно агрессивно действует при том что ему никто и хлопануть не может колисиус а колисиус у тебя прямо под носом враги оп а это кстати не его убили аснакс а колисиус нет конечно не так он хорош чтобы такие вертухи вешать пока что ну и миху 1 в 2 похоже что шанс выйти на 6 как никогда силен уже ведь такая позиция ну просто персик не позиция действительно легчайшие 9-6 и соответственно вот такой вот счет не самый уверенный играл фнатик но тем не менее друзья тем временем напоминаем о том что на сайте хелкейс вы можете использовать промокод sltv для бесплатного баланса если кто-то вдруг еще не в курсе обязательно заходите вводите промокод и наслаждайтесь всеми прелестями таких возможностей ну и вот она статистика кайф центы на победителя первой карты вот уже и на вп подъехал кайфчик поприятнее и вы все видите сами вот без лишних слов как говорится форс и форс два раза когда началась серьезная грозная серия это и цес вообще что где моя трехминутная пауза любимая ну ладно как скажете в общем две свои большие серии раундов вп взяли как раз таки начиная с форс ба еф так это и произошло и вот они мишки которые выходят на отличный счет абсолютно за диффенс и нужно надеяться на то что действительно атака у них не подкачает в пистолетном раунде у них два дыма два молотовых и дикой мне это уже импонирует очевидно заготовленный пистолетный раунд ну я думаю на самом деле это то что и фнатик пытались отыгрывать просто на пистолетке это выглядит более жестко молотовы да должны на халпу приземляться причем под этим молотовы собираются пушить пп вот это уже не так стандартно этого уже фнатик не делали второй молотов на другую позицию есть бомба но вот эти хэдшоты конечно ни к чему хорошему видимо виртус про не приведут кроме как поставленной бомбы дым на плент сказали защите если у вас нет мы свой принесли вам но у них есть миху но вот броуну придется гадать ушел он или нет он скорее все поймет что тут морозится в точке до последнего снакс на прикрытии за цементом отыгрывает еще один дым пытаются нашивать но миху пока поймать не удается вот уже снакс находит миху в упоре вполне логично ну и дефюз под прикрытие причем смотрите как коварно стоит игрок тот случай когда выстраиваться в линейку это то что необходимо у вас один игрок дефюзит и второй стоит прямо перед ним в принципе убивай того кто стоял перед ним возможно игрока атаки на секунду щелкнет мысль что он был дефюзит чего коэффициент от джебет на победителя в матче пока что 1.31 на фнатик и опять же это лайв то есть на следующих двух картах в вп абсолютно не верят ну не знаю зря или не зря только игра покажет у нас еще и карта вертига не закончилась может много чего происходить экономически от виртуз про никаких форсов более мы не увидим ну потому что была бомба зачем это делать проще докупить пистолеты дополнительно какие то на какие хватило остаточной экономики идти от этого далее ну там интересный момент у пистолетки получается вы попытались прожать позиции а им не позволили этого сделать снать что конечно же и привело их к такому вот положению дел на карте неплохие разборки в виртуз про но здесь конечно не были готовы еще к броуну вопрос конечно судя по всему не в раунде а в том сколько фрагов смогут для себя забрать вп только два уже по итогу 9-8 минимальный разрыв команда фнатик кстати говоря обе пистолетки выиграла что вроде как должны им сильно помочь но посмотрим уже по девайсному который кстати говоря у шведов ну далек от идеала 3 фамаса у кемка ну при том что бая в следующем полноценного не будет без сейва выглядит конечно неприятно ого броуан мне кажется уже показал насколько у фнатик готова карта вертига сам себя отрезал молотовым хотя планировал немного иначе поступить ну отличное начало что здесь сказать вместе с твистом находится на центре подсаживаться на ящик что в принципе достаточно часто практикуется дефензом ну и мне больше интересно конечно сейчас посмотреть что будет вп делать там у них jv на цемент просочился и вот не знаю в какой то своей архитектуре определенной далеко не во всем но та же шахта лифта мне вот реально на кобл напоминает поэтому у меня сразу срабатывают определенные триггеры на то что jv должен делать все красиво но пока это лишь надежды мечты не оправданные не показанные на каком-либо счете и того потеряли уже двух игроков при этом у других двоих еще и со здоровьем проблемы и virtus pro со всем этим счастьем как-то необходимо выйти под один из поинтов решают идти под b ой а ведь попал по бровану обидно сейчас немного должно быть сначи спину дочекают или нет поглядывают как сначи выживает второй раз его просто два раза убивает но только в параллельной вселенной а не в этой изящно запрыгнул брован и а колисиуса он слышал жестко и тут еще и заметили сначи сначи все еще живет только сейчас могли угомонить сначи какой-то неутопаемый товарищ но даже этот раунд по итогу не спасло дефьюз бомбы будет и временная ничья на табло ну сложным для себя раунд только что отстояли шведы с коварством позиции с каким-то креативом определенным с поджимами в тылы неоднократными вроде как в итоге помогло оставили вп ну совсем совсем конечно хлипким баем при том что ведь один из игроков мог бы себе позволить купить пистолет все остальное инвестировать в гранаты даже не обязательно пистолет можно было бы юмпом обойтись каким-то например но идея от виртуз про видимо будет максимально простая и лаконична пока что любимые раунды до контакта напрашиваются с контролем карты и возможно снова выходом под б так ну пока только затишье у защиты в этот раз уже перевес по гранатам присутствует весьма строгий чем они не стесняются пользоваться но все еще вп не отказываются от идеи идти до последнего по центру карты ну как бы уже все видно что это будет выход под б но стопящие гранаты все еще есть там даже две зажигательные еще имеются и ауги в перекрестный огонь но с такими темпами вп никуда не выйдут конечно просто шиквальный огонь по всем позициям должен по идее вырабатываться есть небольшие потери а вот теперь потери уже более серьезные 10 секунд нужно как-то здесь спасать положение для фнатика этого сделать не получается напротив оно усугубляется Акалисиус еще и живет какое-то время JV запалил свою позицию спрыгнув и практически наверняка это слышали на это обратили внимание Акалисиус коварно пропрыгнул на колдзере позиции и просто уничтожил одного из оппонентов JV но благо хоть слепым не разбился заметили Джесперовексова и его забирают раунд из меньшинства на котором Акалисиус черт возьми дал квадрокилл как же красиво разыгрывают этот момент вп для себя и по итогу выигрывают первый за атаку без гранат практически последним таймингом но они это делают окей 10-9 и Fnatic вперед так и не смогли выйти и сразу же остались без денег что неприятно хотя этот хэдшот выглядит куда еще более несносно наверное для коллектива Virtus.pro просто натыкали по голове это минус один из важных игроков на карте Михо отъехал и еще и калашик подогнал JV на руку оп попытки пропика очередные ну и вот он Джеспер вексел маэстро люркинга нет не справится тут абсолютно ни в какую к сожалению а это был тот самый единственный коллаж тут еще и Кримс теряется а Колисиус уже от АК никуда не уйдет ну и да не жалеет вообще гранат вп вот посмотрите они уже раунд по сути выиграли они еще и пытаются калашик или это на Колисиус там что-то интересное хотел тут делать кинул калаш поднял его добрал брована с него ну и по итогу с одной потерей раунд против пистолетов выигрывается 11-9 очередной девайсник для Фнатик прямо сейчас у Твиста появляется АВП вот здесь конечно интересно будет понаблюдать за тем как отыгрывает снайпер Фнатик на этой карте какой его стиль потому что на сначи мы уже вдоволь насмотрелись это было неплохо ага древи когда у атаки есть респа то у атаки есть респа и с этим сделать вы ничего не сможете на цемент бескровно просочиться но только под прикрытием разве что своего АВП можно позволить тогда окей так вполне себе ожидаемый результат этого мува от Джеспера я очень надеюсь что дело не в чувстве тайминга его отсутствии а просто все вот так вот происходит то что Джи Випа надеялся что там первым таймингом но тоже вы не кидаете гранат и рассчитываете что они будут заниматься позиции это странно окей окей теряв одного игрока Фнатик ну наверное по хорошему нужно где-то проявить контр-инициативу вот только где это делать пока что еще непонятно уже готовится почва под выход на Бролана флешка будет под него или нет? нет будет дым только на один килл хорошо хоть не зарезал о мой бог дверь-то открылась как это получилось сделать так чтобы не услышал игрок защиты останется для нас с вами загадкой судя по всему но мистеру Кримзу уже этого не выяснить ему необходимо разобраться с тем как бы подсейвить пока что справедливости ради виртус про особо-то за ними не охотятся Кримз только что подпрыгнул ну очевидно тоже неспроста пытаясь как-то спровоцировать на себя внимание и быть к нему готовым но к нему банально в итоге никто не приходит виртус про просто тоже решили подсейвить свои девайсы сыграть на экономику на дистанцию наверное это вполне логичный мув один аук погода здесь не сделает по идее для команды Fnatic в руках у Кримза ну смотря конечно как Кримз попытается отыграть с сим-девайсом там еще плюс две хаешки появляются какая-то очередная контр инициатива должна присутствовать по идее без нее конечно толку от ауга мы не дождемся да вполне логично две хаешки под лестницу пробрасывается либо туда либо рампа как бы вариантов было наверное немного на центр слишком редко ходит атака чтобы сделать на эту ставку полноценную но дмэдж дилинга от них толком никакого нет так что это все больше шума и меньше какой-либо пользы вот не стесняется ВП давать прокидку абсолютно использовать все свои ресурсы на выигрыш раундов что мне на самом деле то импонирует главное здесь не переборщевать со смоками они этого не делают посмотрите то есть молотого да летят флешки тоже но дым ни один не был использован чтобы никто не дай бог не спрятался в нем это уже дело защиты действительно пытаться как-то более хитро отыгрывать атака же должна пользоваться своим shark он просто первым и вторым Оп, а вот и чудо подсадка, и сразу минус два Кримс, а вот вам и аук судьбы. Правда, сам Кримс сгорает, и Джасперу Вэкселу с аугом на руках придется отыгрывать этот эпизод одному. И вот теперь у Снакса, мне кажется, позиция не самая хорошая. Бомба не до конца под него, это во-первых. Придется вот так вот чекать и получать по голове Джей Ви. Вот вам и один аук, который, наверное, ничего не решит, сказал я, и Джей Ви и Кримс, которые сделали все просто максимально удачно. Без китов, дефьюз, спокойненько вот так это все делается. Вот он раунд для Фнатика, откуда его не ждали. Ну это кармический бумеранг, наверное, за все то, что Virtus.pro выиграли с пистолетами или за счет пистолетов в своих раундах за защиту. Ну там этот спрей от Кримса, когда он просто довел во второго каким-то чудом. В конце концов, Миху нашивающий позицию, где находились оба игрока. И продамажив первого и второго, но просто недостелив. И такие стальные нервы у Фнатик, знаете, ну пусть стреляют. Йоги повпитывали себя в пули, даже не моргнули. И потом уже пошли разбираться. Красиво, ничего не скажешь. Вертига прям радует пока что нас какими-то неожиданными поворотами. Нельзя за это не сказать спасибо, конечно, командам в такие моменты. Это очень воодушевляет, но пока расслабляться рано. Так, Калисиус. Ну, вскрывает все-таки план Тай, там единственного Брована, но сразу же получает от Джей Ви в ответ. По итогу 4 в 3, поставленная бомба. Ох, жесткие гранаты сейчас там сыпятся на голову Джей Ви, которые составляют его двигаться активнее. Правда, вперед, а не назад, как, наверное, рассчитывали ВП. Эти сканеры, которые понаставлены у Virtus.pro. Еще до того, как игроки Fnatic пытаются сделать фирш-коп, и Virtus.pro уже нашивают в нужной позиции. Это было в прошлом раунде, есть и в этом. Так. Не, ну твист это было слишком оптимистично с его стороны. Не работает такое. Еще и когда дым рассеивается против миллиона оппонентов. Ни в коем случае. 13-10. Что там по деньгам? А по деньгам все плохо. Ожидаемо для команды Fnatic. Джей Ви покупает себе авик. Ну что ж. Я больше не рискну говорить про то, что один девайс не решит ничего. Ни в коем случае не посмею так судить. Ну тем интереснее. То есть это опять жавик, который Джиги сам намерен реализовать. Не дает его твисту на руки, например. Который играл с АВП до этого. Но не в АВП счастье как оказалось, а просто в пистолетах и их четкой реализации на грамотный. Отстрел. Твист. И еще фраг на подобранном уже калаше. Арморов-то нет. Ну как-то смазик до лампочки. Сначи в шоке. Он остается последним. Это реально какая-то карма. АВК выкидывается куда подальше. Не отдам. Кричит он. Заметил Кримза. Это взаимно. Но Кримз уже сам двигаться никуда не намерен. Опс. Экзист. Опять же вот пытаются хитрить игроки у нас этими сопрыгами. Какой-то фейк аудио информацией. Которая возможно где-то заставит неправильно прочитать ситуацию оппонента. Ну откровенно значит шансы невелики. Вот настолько невелики, что Джей Ви его убирает с первой же пули. А там все это время был авик, пацаны. Это не флэк, а был. Вот такой сюрприз. 13-11. И теперь уже по два неполных девайсных и по большей степени форс байраунда. Отыгрываются командами с этих двух сторон. Ох уж эти выходы под Б. Ничего хорошего они не сулят, судя по всему, для игроков. Ходили бы себе под А. Да и горечи б не знали. Все, теперь ВП без денег. Теперь у них три смока. И даже пистолетов помощнее нет, как это было у Фнатик. Это, конечно, жесть. Непредсказуемая идет игра, однозначно, что тут скажешь. Молодцы. Фнатик, ИВП. Это игра на бомбу пока что. Возможно, даже удачная. Мих. Фраг нашел. А там и авик. Вы все знаете, что может произойти с такими темпами. Нашивают оброван очень отчаянно. Но не добили. Тем временем, Твист убивает Миху с АВП. Это было очень важно сейчас для команды. Натик. Но до планы они еще не подступились. Я не знаю, если такое выиграют Глокит, то это, конечно, все. Это фиаско для карты Вертига. Но не должны. Урона очень много, на самом деле. Посмотрите, сколько там дамага влилось этими прострелами. Просто тонна, уйма. Но дострелять к Зиста с 5 хп, к Ринжу с 10 не удалось. Только Бролана, у которого хп было побольше. Но и, видимо, голова покрупнее. Но с ним-то все удалось. Идеальненько. Окей, окей. 13-12. Разрыв всего лишь в один раунд. Незначительная дистанция. И еще более незначительная она кажется, учитывая то, как иногда команды просто показывают себя без каких-либо предпосылок на это. Ну или с минимальными предпосылками в случае с АУГом, да. Жестко. Ну, окей. АВП у Твиста, АВП у Джейви. Опять же, модель защиты, вздвоенная ВП. Как ВП с этим попытались поиграться, так теперь и Фнатик пробует. Вот это тайминги. Сначи только вышел на охоту. А тут уже улетучился. Кримс. Ага. За место этого Кримс просто вышел на открытый контакт. И, очевидно, застал врасплох. Сначи. И не застал врасплох ВП, которые прекрасно знают, куда необходимо нашивать. Вот каким позициям, чтобы игрока все же не отпустить. Игзист. Пропик дым небольшой. Ну, ВП, конечно, тут особо угадать не смогло. 45 секунд и ВП все меньше времени на этот выход. Хотя их идея окончательная и единственная, очевидно, уже ясна. По расстановке сил это любимый классический выход по дам. Когда хотите выигрывать раунды дам, то сразу начинайте бегать именно в этом направлении. Возможно, увидим приемку хорошую. Кто его знает, из меньшинства было бы здорово. За таким понаблюдать Брован. На боксе пока что не был проверен. Знают, где ставят Снакс. Ну, и Снакс был за это наказан. 15 секунд. А бомбы-то все нет и нет. Там Молотов. 12 секунд. Нужно играть уже на бомбу любыми силами. А Бараня здесь, конечно же, пойдут пикать. Это очевидно. Кто прикрывает? Миху прикрывает. Ну, и одна попытка там, по идее, попасть в Савик все-таки была. 14-12. Два раунда до победы на своей карте для команды Virtus.pro. Но игра еще не окончена. Что там с экономикой у команды Fnatic? Но все не очень хорошо. Закупаются сейчас, но бай, по идее, будет неполным. Да. FAMAS, UMP, AUK, COLT и CZ. Без китов, без толком какой-либо раскидки в ответ. На месте ВП я просто бы Халделу ждал, наверное, в такие моменты. Каких-то агрессивных мулов. JV снова ушел на цемент. Любимая позиция, очевидно. Ну, и в этот раз его там могут не ждать. Оп, сюрприз. А там АВП второй может не сориентироваться. Сначи живет пока что, но его должны были загонять, наверное, даже не теряя. Джаспера в этой ситуации. 3 в 3. Ну, цемент себя все-таки оправдал в этом раунде от JV. Но, тем не менее. Все еще те же карты на руках УВП. Это девайсы помощнее, это гранат побольше. Это, возможно, действительно один из плентов. Попытка как-то нивелировать инициативой пересекается. Минус еще один швец карты. Ну и все. Только твист и кзист остаются. Правда, это еще не значит, что раунд закончен. Колисиус. Просочился под беплент. Замечает кзиста. Сколько у нас здесь в спину погибает? Просто кошмар. С той, с другой стороны, игроки. То есть это не конкретно камень чей-то огород. Это просто общая тенденция. Молотов на пропрыг. Все. Такое, конечно, не парируется. Твистом помешать поставить бомбу он не сможет. Нужно надеяться на какой-то быстрый фраг. Ага, тут снова дым. И как бы... И что делать? Упрыгивать? Оп. Все, это прекрасно слышно. Мифу. Да. Было в слишком хорошей позиции для этого. Пятнадцать-двенадцать по итогу. И три маппоинта для команды Virtus.pro. Очень неплохая карта Vertigo, на самом деле. Не могу сказать, что в тактическом плане она неплохая. В каких-то моментах команды иногда все-таки тупят. Но в эмоциональном, в каких-то переворотах это, конечно, здорово. Там, смотрю, параллельным курсом в ангар практически выиграли трейн мышек, которые те почти к них и пикнули. Напомню вам, что совсем недавно играли друг с другом на лане. Это те два коллектива. И тогда мы у спортс оказались сильнее. И вовсе выиграли тот Dreamhack Open. Окей, возвращаемся. Пока что в наш матчап. Хотя непонятно, надолго ли возвращаемся. Ведь Fnatic уже остались четвером. И без девайсов абсолютно. Это действительно беда для шведов. И, возможно, где-то, несмотря на два выигранных раунда с одним девайсом, все равно Fnatic этого может не хватить. Видите, в ВП чем дальше, тем осторожнее играют. Очень коварно. Ага. Кстати, о коварстве. Дым за цементом потушили. Поверят или нет в это? Мне кажется, не поверили сейчас Virtus.pro. Посмотрим, так ли это. Все пытаются хитрить. Но это пока особо не работает. Сначи поймал Аркаду Ксиста. Тут как бы плюс информация сразу. Оказывается в распоряжении. Веги, контроль и Трампа. Не, ну поглядывают, что там на цементе происходит. От греха подальше. Ну, у ВП слишком много гранат, чтобы париться на этот счет. Мне кажется, что их особо это напрягать не должно. Смотрим за выходом. Все идет к тому, что этот раунд должен быть последним на карте. JV уже практически весь сгорел. Вторую позицию могут надо проверить. Но там 4 игрока, что ты с этим поделаешь. И Bron 1 в 5. Это GG на карте, друзья. Ничего не скажешь. Это уже все. 16.12 коллектив Virtus.pro одерживает верх на вертига, которую сами же ребята и пикнули. И, соответственно, уже готовятся играть карту Инферно, которую для себя выбрала Фнатик. За свою родимую. И попытаются все-таки наверстать упущенное. Но интересный момент. Все-таки, учитывая коэффициенты на джебете, я думал, что Фнатик должны показывать более жесткую игру. Но вы видите. По итогу ВП борются, забирают первую карту. Красавцы дальше, по идее, будут сложнее. Карта Инферно должна быть весьма непредсказуемой. Близкая игра здесь. Не значит, что она будет такая дальше. Но было бы очень приятно. Ну и перед тем, как уйти на паузу, напомним о том, что с тарифом X от МТС вы можете безлимитно абсолютно залипать в мессенджерах, в социальных сетях. И все это даже с нулем на балансе. Такие вот дела, друзья. Уходим на небольшую паузу и вернемся уже со второй картой. Хелл Кейс представляет. Большое обновление в Кейс Баттлах. Обновленный интерфейс с новыми возможностями. Теперь в Баттлах может участвовать до четырех человек. Создавай и персонализируй свои баттлы. Выбирай любые количества и типы кейсов. Выбирай количество участников и приглашай друзей с помощью уникальной ссылки. Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все. Хелл Кейс. Не пропусти эпичные баттлы. Хелл Кейс. О, хелл, ес. Хелл Кейс. Тариф Х как раз для меня, чтобы бесконечно слушать классическую музыку, общаться в соцсетях и даже делиться интернетом с друзьями. Тариф Х безлимит на музыку, видео с...